так кабанчик чик-чик-чик-чик будем уничтожать щекастую харю все довольно просто лесопилки пибибибилки фермы фольвермы ничего труднодоступного у меня идея я хотел бы уничтожить кабана использовали шлучников и копейщиков проэкспериментируем удастся ли мне это короче сейчас всего наворачу на на каменоломню на железно-рудяка и полей ой как я лганулся рынок ты не построил и не только рынок но еще и из здания интересно насколько она один доме хватит так что фык там болен тупица а вылычу нести будут то есть они сами валами будут я хотел сказать вот ферма пошла но кабанчика пока все ничей пока особо не растет пока 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 слова паразит слишком много пока слишком много покаков ну вот у него пошли я не понимаю как он это дело это набирает они ему автоматически приходят он сразу начал набирать сразу все решает бабло все решает бабло все решает бабло а вот он стал расставил охрану а мне надо построить барбакан для безопасности опля толку от этого нет крестьяне там бродит их расстреливают появляется новые расстрели появляться нового расстрели появляется новая я короче вот эту вот лесенку на фигачу сюда и пока мест нет лучников я пока мест буду жалеть потому что их у меня три производительность я пока мест не воспользую буду а ей то есть наоборот в производительность я воспользую но закупка она пригодится всего лишь на разочек вот чтобы была хоть какая-то охрана потому что если придут арбалетчики особенно пехотинцы будет хона сами понимаете да поэтому следует предостеречься пока кабан не идет он обычно всегда выныривает такой конченый круглый псих который все время оказывается по стену вашего замка на раболечики весьма опасны но ничего сейчас мои лучники станут еще опаснее так дровосеки и другие сети я так уже шутил в предыдущем видео но все сделаем так для особой безопасности на фигачем рву о да и все они у меня будут пердеть пламенем я добавлю еще луков все хана тебе пожаристая корочка ну вот видите и начинают атаковать арбалетчики смерть мне кажется один арбалетчик может вынести 10 лучников вот они пошли понимаете да понимаете понимаете не начинают нападать давай 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 миссии 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 у одного пехотинца расфигачили еще одного надо еще одного надо еще еще от гаденыш сейчас заберется провалиться мне на этом месте давай 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 они в рукопашную фигачит учить вот засранец американец англичанец встречу творит болель да убейте вы этого жирного шрека поправочка ничего особо не поймет поэтому можно продолжает больше кабан нападать не будет я уверен у него такая волоска единичная в принципе не не змея не крыса болен но и хине ах 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 а вот называется хой где мои лучники дети стрелочники а куда мне лучше бы девались нифига себе вы это видели да вы видите тоже что я а как это так в общем не удалось восстановить некоторое количество лучников я не понимаю не рожено когда произошло я мог бы использоваться кодами но то есть если игра короче убива убирает моих лучников я имею право использовать когда но я не стал этого делать чтобы 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 короче пофиг чтобы я продолжаю восполнять ресурсы чтобы замочить эту хряковую пакость посмотрите чего творят вот мастерских понастроил грёбаный предприниматель средних веков камушки идут для 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 хлебушек печется кабанчику не имеется так здесь у меня перед пар бака перед барбаканом стоит охрана стража лучниковая стража которая расстреливает всех неугодных крестьянников она весьма страдает только и слышно вой коров вой волов не поздоровится ему ты не на того напал приятель виде шут оплясывает вообще работа шута весьма интересная это как на половину мулькан как на половину аниматор как на половину короче на все половины то есть это такой хочу это делает за 3 куда я дошли так сейчас им подбавлю еще чуток но сначала камушки продам ну короче средневековый аниматор это короче этот шут он как и актер как и плясун хореограф музыкант так мы покончили с арбалетчиками их здесь несколько у меня соус лучников офигеть 10 это вообще ничего где железный рудник то это мало надо добавить опля еще раз опля так у меня не хватать крестьян что будет 13 единиц провизии сдается мне лучники не выдержат потому как их весьма нагибательский нагибаются нагибаются да главное перед кого нам эффектно появится чтоб он смог с арбалета застрелиться до лучников должно быть больше просто неимоверное количество потому что если еще раз здесь появится арбалетчик мне придется увеличивать лучников ну блин наверное придется продавать камни я добавлю еще лучников потому что у меня еще чуток и они загинать эльский загнуться я пока не использую иную силу в качестве арбалетчиков мечников рыцарь я хочу сделать таким ухищренным способом то есть завалить кабана чисто лучниками и копыщиками для этого мне надо добавить золото золото уже чтоб золото будет добавляться из-за налогов или продажи железа или камней область ситуация критическая я пока короче воздержусь от строительства стен несмотря на то что у меня не достроен замок хотя если будьте по честному замок построен уже в тот момент когда стена доведена ограждена полный огораживает полностью данджон данджон огорожен значит замок построен лорд эдмонд брайт крепится он мог стереть с лица этого поля с лица этой карты кабана в два счета но не торопится все дело в том что минимализм должен восторжествовать если сделать все грамотно то можно опукнуть кабану в лицу так что он сгорит так надо еще я полагаю воловьих этих самых привязи сделать потому как что-то весьма мало да вот и коровки побежали бычки побежали коровки там до коровка а еще чихну да 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 это такого поительная игра заставляет чихать 15 вот и камушки так башни сзади я строить не буду ой будь здоров сам такой хотя здесь здесь и здесь надо бы возвести барбаканы чтобы замок был замком здесь башни тут башни но так как у нас боевое положение за и нас никто не атакует мы этого делать не будем нам никто не угрожает поэтому пока мисс не будем пока мисс 15 лучников они держатся молодцами а где же железо они чё скончались они только вышли вы чё господа рехнулись то есть я построил ваши гребаные железные рудники о этот несет где-то три минуты назад они только ползут или вас так расстреливает нещадно уже расстреливает погибают ну ладно стран нет не хватает а вот что у нас мы достроим пекарни заткнись так это я говорю тому кто не говорит нужно дерево не хватает дерева милорд мешков дофигища хоть продавай хоть отрабатывай на них удары но это святотатство особенно военное время так а мои лучники пока мисс не дают прохода для лысого урода так я пока смотрю а все 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 ко мне у нас хватает нет не хватает задолбал чтобы было более правильней строим башню как можно ближе к врагу расставляем на ней еще огнестрельные пердяшки чтобы было больше огня ну и по году мы довольны пока мисс продаем лучников должно быть пол нища ну чё это штука коров надо офигеть как перестрелять это целая австралия австралии там вроде говорят 160 170 миллионов коров то есть это прикиньте да сколько их надо просто убивать чтобы всегда хватало и у него ли новые коровы он новый 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 выводил дожерехнуться можно о пора повышать налоги все провизии провизии дофига мой лорд так надо посадить бухлянный сад места не хватат все занял гад одни рифмы ну чё если все занято придется сделать сократить за так это моя фирма это моя фирма это моя фирма это все мое брюк сейчас у нас будут и финансы а да в принципе я могу строить мастерскую стрельника и мастерскую пикаделла эти господа мне сейчас будут увеличивать арсенал построим еще один домик потому как у нас население крестьян уменьшилось а а тут эти фермеры бродят да вы чё болваны вы чё шахиды самоубийцами ходят под под гарм под градом стрелка вот тут дождь и еда офигеть об еще зонтики взяли бы с ними с ними бы развалились на камушках 893 что-то мало ползет мне баблишка это просто хрена так добавляем еще лучников но всегда будет не хватать теперь ну короче все хватит больше я покупать ничего не буду только производить производство 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 производства еще пекарню пекарень должно быть предостаточно так эти ослы ходят под стенами моего замка не боясь и так огнестрельный пердеж продолжаются и мои лекции тоже он теперь у нас хватает деньгов личники пошли давай 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 такая церковь не построил то очень начала у меня будет дофигище финансов я построю церковь обязательно настрой церковь это будет понимать мораль и вообще приятно церковь ходить всякие тому уильям и потаскунцы катрины лошадники капец у них фамилию мы тоже какие-нибудь фамилии имена придумать билл штанр ванс или эмили зашкварунс или или например бруно забухальц они короче будут приходить с такими странными фамилиями сочетаться в церкви о лангфелла офигенная фамилия месяца но чего-то англоязычное уже пошло а то блин потаскунцы и петухунцы всякие подозрительно короче не средневековые фамилии хотя всякая хотя тоже присутствует так что-то меня мало на 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 а мне все мало ну вот ну пока мест все не одурственно черенек то вы он не сдается понимаете да этот жирный козел кабанический не сдается он думает меня от метелить хотя у меня уже столько лучников вот гад видали 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 да видали видали нет похоже без покупки оружия не как то чтоб не разумея оттуда у меня нет то чтобы не было всего то что что это стало потому что на самом деле это такси мы больше меня смотрели заложение принцессу я люблю я люблю как я люблю я люблю я люблю я люблю есть так и короче вот лучники богом не собирается здесь уже было совершенно две атаки и 2 диверсии кабан своими алкашами короче атаковал моих лучников ну и придется мне на покупать оружие в душу без этого ну никак понимаете да вообще никак не обойдется мне нифига просто не выйдет и поэтому я буду закупать оружие чтобы у пофигачить просто отметелить от хреначить отколдобасить сейчас он короче не зренец своим урыльством в песок ничего другого не остается как за короче закупать продавать доски продавать камни кстати о чем я железо не не валит эй а я кажись понял да 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 вон чем дело ведь она вот смотрите внимательно вот он идет идет ползет 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 своими железными китиками машет из сторону в сторону о прошел ладно смотрим за вторым идет ох упал чтоб тебя вот где же куда железо подевается но все и чтобы это решить мне придется направить банду лучников как можно скорее сюда я знаете что сделаю я короче отправлю сюда вот они меня будут стоят тут и отстреливать этих арбалетных гомосеков по-другому не очень долго не получается ночью мне жена победить правда да я сказал что уничтожу кого научниками копеечками все это моя цель целевая цель ничего иного у меня не остается вот компот ну чё идея весьма знатная не так ли давайте мальчики живее 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 цель научниковыми булками шевелитесь а ты папаша их там благословляя благословляй на бой молись за них молись молитвы им всегда поможет даже атеистам хотя мне кажется атеистов среднего не было они боялись они чуток ссыковали и правильно делали если было зарится на святое еще лучников подбаем бам 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 ну и все работа пошла теперь железные титьки будут проходить мимо не бояться за свою жизнь вот уже три видите да как я ништячно придумал слово ништячно давно не произносил это слово ништячно сидеть я давно игру слова ништяк я отучился но они у они не имеете живые эти годы живые ну сейчас мы их охреначим охреначим давай вперед 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 уничтожим врагов численность вашей армии приближаются к максимуму бам 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 бу новых награде их награде и давай давать болит моих лучников расстреливают моих лучников расстреливают офигеть вся моя армия полегла знаете чё всё-всё-всё-всё-всё я попробовал и мне не получилось всё официально объявляю я короче, буду сейчас производить арбалеты. Вот вам. Мой привет. Ваш хавалет. Вашу хавалку. Короче, я построю еще одну мастерскую из стрельника, и они мне будут производить. Слышите, да, как он скребет? Капец, оглушительно. Если это будет в записи, мой голос будет тише, чем его вот этого соскребания с дерева. Это офигеть. Почему-то слишком громко. То есть я убавил звук на игре, на настройках, а он до сих пор у меня орет. Так, а как других? Давай успокойся. Здесь нету. А, нет, есть. Капец, вы слышите, как громко? Ни одного из них не слышит, как громко. Почему? Я не понимаю. Вот, все, короче, одна мастерская у меня будет производить арбалеты. Все остальные будут луки. Кожевина мастерская будет делать, короче, кожу. Не хватает товара. Значит, первых арбалетчиков мы закажем тут. Это просто капец. Вы видели, да? Они просто пофигачили всех моих лучников. Я ничего не мог сделать. Я уничтожил только одного арбалетчика. Прикиньте, какая дивная сила в этой игре у арбалетчика. Я чуть не надорвался. Вот. Ну что, сейчас мы с тобой круглорожей разделываемся. Так, идите сюда, мальчики. Сюда, сюда, сюда. Ну и все, арбалетчики, моя главная ведущая сила. Я попробовал. Я не буду пробовать, потому что вот эти вот европейские гомосейки, вот эти вот лучники, они слабы по сравнению с арабскими мужиками. Не побоюсь этого сказать. Несмотря на то, что Европу, я более уважаю, чем арабов по вере. Но уж так вышло, что европейские лучники в сравнении с арабскими просто гомосейки. Вот так вот. По-иному не сказнешь. За пояс не заткнешь. А вот арбалетчики, что самое интересное, я вроде рассказывал о том, то, что лучники Назира, арабские, изрешетят арбалетчиков в два счета. Они настолько смертоносные, что там просто, ну, не просто, не сложно, а просто ложись и улетай в смертельный морфей. Ну вот. Дело у нас наладилось, налаживается. Я, пожалуй, закажу еще. У меня не хватает крестьян. Сколько у меня свободных крестьян? Четыре. Нет, этому не бывать. Вот теперь их будет достаточно. Одно радует. Железка у меня стала. Нет, не стала. Не вышло. Кабанищи их порешивают. Мне нравится, сколько дети играют. Они такие, короче, это самое затейники. Пожалуй, я порадую детишек. Построим карусели. Карусели, карусели, мы с тобой машину сели и поехали. Все. Дядочки, развлекайтесь. Так, священник. Как раз возле священного места карусели дети будут развиться. Я думаю, его преподобие, его преподобие не будет ничего иметь супротив. Выше преподобие, вы ничего не имеете против, если возле вашей церкви будут бегать дети, мешать вам проповедовать и молиться. Нет, что бы, сын мой, я наоборот, сам бы побегал вокруг этой карусели. Мне в душе пять лет, сказал священник и удалился на молитву. Это была занятная история отца Как его зовут? Сейчас узнаем. Я продолжу. А, это была занятная история Дарена Башмаченко. Отца Дарена Башмаченко. Он в данный момент отпускает грехи и здоровается с лордом. Доброе утро, ваша светлость. Мне сейчас показалось, что здесь... О, мне не показалось, это были люди кабана. Видите, да? Видите, да? Арбалячики их просто покромсали, порешетили. Невероятно. Они с ними справились. Но это еще не все. Да открой ты свою клыкастую воротню. Не так уж и смертельно. Ничего смертельно не случилось. Все. Продолжаю. Я блага, не обойдется без покупки. Все. Окончательно не обойдется. Это решение окончательное. 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 По-моему, просто не может и быть. Как у меня лучших авто прибавляется. Арбалейчиков что-то не важна. Сейчас мы все исправим. Я бы мог использовать баллисты, но не буду. Я в прошлых прохождениях использовал баллисты. Но у нас такие правила, да? Блин, до сих пор здесь камни. А, это его камни. Ну, что, неудачник? Ничего не вышло? у меня заметно сократилось количество лучников или мне кажется кажется ну вот я уже вот это вот ну вот дофигище раз произнес все эти при этом и мы мои новые слова паразит ну вот удаем ее думал там себя я когда буду спать ложится буду во сне ну вот ну вот ну вот утром проснусь ну вот вместо доброго утра а то есть ты думаешь что вывел на прогулку своих песиков до их не расстреляет это ты зря трюфель это ты зря зря столько мастерских куда тебе столько ты еще город из мастерских построй пусть там живут твои арбалеты научи их разговаривать и пусть они там живут 16 болезнь и бесполезно ведь как их просто уничтожают их уничтожают лучников два счета уничтожают я пожалуй не буду здесь держать мне бесполезно в качестве воителей пусть они у меня лезут на стены и стреляют огнем от них хоть какая-то польза будет это вообще не делает вообще не то просто тупо гибнут более мне кажется сидела в кабане потому что у каждого игрока у каждого бота воины имеет определенную силу например если вы направите своего лорда крестоносца в замок ричарда и он сразится один на один ричард его победит то же самое произойдет если вы направите своего лорда с волком потому что ричард физически сильнее и кстати по истории ричард тоже был очень силен я вроде бы уже говорил то что он разрубал своих врагов ударом меча до самого седла если с доспехами врага даже самое дело и в потекло врат только он разрубал миссис конем вот так вот такие вот новости 14 арбалетчиков надо увеличить о внимание оружие на плечо крикай раз враг мертвый враг какие будут указанию долгая дорога долгая дорога чё там на каруселях никто не катается куда дети подевались пошли в школу или сразу на работу средневековые дети работали рано все вот это армия полагаю могу короче выдвигаться выдвигаться пока мисс рисковать не стану не на хотя бы 40 арбалетчиков и тогда я пойду его кромсач главное что лучники забивает на мясные деликатесы врагов не хватает товаров не хватает не хватает товаров не хватает товаров что-то налоги как будто бы не подкосили экономику я имею ввиду то что еды хватает вполне хватает потому что мешков уже 43 и продавать мешки не стоит пока мисс вот если будет 70 тогда можно призадуматься чел то я зажрался сколько общее количество войск 30 лучников 61 копеечек 23 раболячика славно мне не терпится уже накостылять этому бекону поэтому я пожалуй пойду в атаку постепенно о дети только что играли как увидели сразу короче без пальма таки слиняли пошли атаковать да куда вы лезете олухи там раболетчики тут лучники тупицы вы куда собираетесь атаковать да не будем давайте всю свою армию сюда тащите я хоть и свободно войду как александр 1 в наполеоновские ворота а они умеют достигать оказывается то есть скрыта стрельба настолько высокая что они так вот далеко летают. Пора создавать катапульты. Я сделаю две катапульты. Опля. Да, Ваша милость? Мне нравится, как говорят эти рабочие с маслом. Я весь в ожогах. Ну и запах от этой гадости. Черт, горячо. Осторожней с этой штукой. Сейчас ты будешь камушки мои целовать, дружок. Мясной пирожок. На тебе. Давай, давай, давай. Покряхти, покряхти, дружок. На, на, на. Поцелуй мои камушки. О, вы видели? Один, короче, зашел. И камень залетел вместе с ним. И не видно было. Попал он на это само у него или не попал? Сейчас, на самом деле, зрелище убойное, опасное, трагичное, когда камень попадает в башку. Это не смешно. И там люди чего только не насматривали. В атаку пошли. Сколько у меня арбалетчиков? Двадцать пять. Значит так, двадцать, двадцать баранов. Двадцать пять. А ты не будешь свою шаг с государственной. Реплики из фильма «Кавказская пленница». Смотрите в кинотеатрах. Да, если бы, конечно, показывали советские старые фильмы в кинотеатрах, отбоя бы не было. У нас очень больное население до этих фильмов. О, я не заметил, как у меня кончилась баблишка. Это как так понимать? Вы чё? Кто-то втихаря тырит? Мои деньжички. Это мне не нравится. Красавица. Почти тридцать арбалетчиков. Я полагаю, ты обречён, Пузан. Можешь потрясти щеками. Своими за щеками потрясти. От досады. От досады. Ха-ха-ха-ха. Сорок четыре мешка. Прикольно, прикольно. Уже 70 копейщиков. Некуда девать этих. Воянов. Они уже там, короче, почёсывают себе спинки. Друг другу почёсывают. А когда мы уже будем на войну, идти на войну. Мы вспотели стоять. Милорд. Милорд, у меня задница вспотела. Мы идём. 72. Можете рассчитывать на нас. Как это я так не заметил. Вот это посмотрите. Вот он идёт, да? Железный. Железный человек. Железная таблетка. О, прошёл. Хорошо. Второй. Это второй. Они идут. Вот жалко, что у меня здесь нету рудников. Я бы здесь... О! А вот и не выйдет. Вот козёл. Он там не отрезал путь. Не даёт моим рабочим ходить полноценно. И здесь ещё, короче, возникает. Доброе утро, Ваша Светлость. Доброе утро, Ваша Светлость. Сказал молодой мельник голосом мужика. Ха, десятилетний пацан такой подходит, говорит. Доброе утро, Ваша Светлость. Ха-ха-ха-ха. Нет, 31 арбалетчик. Чик-чик-чик-чик. Вагончик-чик-чик. 29. Опять убили, задолбаля. Я сейчас буду, короче, всех кусать. Мне кажется, он охренел. Всё. Мне кажется, надо и без того валить это мясо. Будем постепенно подходить. Чё? Расправляться. У меня нет другого выхода. Всё. Налоги придётся убрать. У меня некоторые не урядятся с экономикой. А в чём дело? Он убивает моих воинов с лихой проворностью. Уже 14. Я не понимаю, что происходит. Уже 13. Куда они деваются? Ё-моё. У тебя там чё, целая армия невидимых боевых петухов? Куда они все деваются? Блин. Их просто убивают. Посмотрите. Их убивают. Их уже 9. Их было 29. Ё-моё. Куда они делись? Их просто уничтожают. По-моему, я не то положение выбрал. Пойду-ка сюда. Да, капец. Засранец, защеканец. Просто контуи из моих лученького, моих этих раболичиков. Я тебе чё, ворота не снес? Чё, снесу? А, понюхай-ка моих коровок. Пердёжь моих коровок. И вознюхнул он кровью, мерзкий запах. Вот так вот. Ну чё, по-другому с тобой никак, дружок? Придётся тебе ряшить. Порешивать тебе придётся. На арбаличков не попадают. Торова пошла. Так, а чё не стреляют? Во. Интересно, какую смесь они там использовали? Хотя, на самом деле, это мифичность. В истории Средневековья никогда такого не было. Чтобы стреляли коровами. Это фантази. Хоном моим мозгам. Ну да, это были мои планы. Вот так вот, короче, отфигачить кабана. А чё ещё делать? Так, лучников много на башнях. Поэтому буду я их использовать. В бой. Ну, ещё. А чё ты, вороболейщик, отцелишься, тупица? Да, мне удалось сделать дыру в его стене. А, я убью тебя. Это я тебя сейчас убью, лох. Ну чё? Я полагаю, пора нападать на кабанического хулигана. Хулиганического кубана. Хулиганический кубан. Всё, я тебе спуску не дам. Жиропёрт. Ты тут больше ничего не построишь. Я пошёл. Иду новый, как сказал Святослав. Лучников я пока не буду. Используюсь как главную ведущую силу. Чуть ты мне чуть-чуть сделаешь. О, вот с этого надо было ракурсом начать. Потому как там он у меня, короче, с высоты. Особенно если вот эти вот скалы. Хотя скала тут при чём? То есть, короче, решал мои войска. А чё я тут сплю? Ё-моё, всё, я могу вести всю свою полноценную армию. Кабано, это совсем не нравится. Вот, урод. Видели, да? Видели, видели? Кабано, это совсем не нравится. Похоже у кабана проблемы. Ну чё, сейчас мы поближе подползём. Лучники у меня ещё как раз живые. Да ты чё, самоубийца? Я тебя сейчас укончу. Тебе никуда деваться, я тебе сказал. Я тебе порешаю. Порешую. Так, здесь они у меня будут обстрелить копейщиков. И мне надо... Вот этот гад здесь находится. Видите, да? Гадяныш. О! Моему ученикам хуна. Пусть начало идёт сюда. Вот они, вот они, вот они, вот они. А вы давайте стеночку скоблить и... О! Вот, 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 вот чего я опасался, вот чего я опасался. Блин, вот сейчас он начнёт. Куда пойдём? Капец. Как бы мне не сгинуть. Как бы мне не сгинуть. Там мне пофиг. У меня уже ничего не остановит. Всё. Давай, 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 игнор, 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 43 копейщика, 43 копейщика, 36 копейщиков. Давай, гаси его, гаси, 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 гаси. Вот если вы сейчас справитесь, я, короче, шлёпну себе по башке ладонью. Ну что ж. Теперь остаётся добавить мечников. Мне пофиг. Всё. Ты меня рассердил. Итак, вот сколько армии мне удалось накопить. Ну всё. Ему смерть. Так, раболётчики вперёд. Болеещики, лучники. Ух, нифига себе, сколько у меня мешков в 113. Живо-продавать, живо-живо-продавать. Ща. Харакири тебе будет. Всё, кабуну это начинает совсем не нравиться, потому что у него проблемы. Ну и всё. Получи меч, брюка. Стой, строй. Лучники не справляются. Смелее. Это слишком просто. До года побежали. Послание от кабана. Обрадовались. Что такое? Что происходит? Что не так? Ну, и вот. Жирнорыл. Долго что меня долбил. Теперь я тебе подолблю. Вот и всё. Дело авто. Харри жуй. Лорд Эдмунд Врайт победил. Ну, на самом деле, я как будто бы в детство воротился. У меня в детство в жопе игрануло, потому как я сейчас играл, как будто бы мне было 12 лет. Да. То есть я с кабаном тогда еле-еле справился. Сейчас не сказать, что еле-еле. Я просто кое-какие погрешности допущал. Как знаете, да, башкой об стену. Башкой об камни. Здесь то же самое такое ощущение, когда тебе побеждают противник, которого ты мотылял, как это, одним пальцем. Потому что я экспериментировал с волками. Там бывало, там куча волков, куча кабанов. А здесь как будто бы, короче, воротился бра. Ну, что ж, мне удалось победить, дамы и господа. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все будет чики-пуки. Чики-пердуки.